МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня в нашем выпуске. Встреча главы города в преддверии Дня Семьи. Харповчанам предлагают принять участие в развитии поселка. Ледоход на Аби прекратил движение всех видов транспорта через реку. Остался только вертолет. Начинаем серию репортажей о лабытнанских предпринимателях. Экоактивисты принимали макулатуру и спасали деревья. Палитровцы в очередной раз блистали на сцене на отчетном концерте. В спортивном комплексе Заполярье прошло открытое первенство по стрельбе из лука. В преддверии Международного дня Семьи в городской библиотеке глава города встретилась с семьями, чей стаж совместной жизни перешагнул 25-летний рубеж. Главных героев торжества можно было по праву назвать эталонами верности и любви. Крепость их союза прошла испытание временем. Они сумели сохранить в сердцах трепетные чувства, не утратить доверия и уважения. Сегодня институт семьи очень ценен на уровне государства. Существует масса государственных и окружных программ, которые поддерживают семьи, особенно если семьи многодетные. Я искренне благодарю вас за то, что настоящие семейные ценности вы пестовали на протяжении всей своей семейной жизни. Я благодарю вас за достойных детей, успехами которых мы сегодня гордимся и следим за их развитием. Я желаю вам исключительно семейного счастья и благополучия. Пусть огонь вашего семейного очага будет поддержан. Марина Трескова вручила супругам цветы и благодарственные письма. Они в ответ делились рецептами семейного долголетия. Это, наверное, любовь. В разных стадиях, но это любовь, теплота, взаимопонимание. Уважение. Семейное счастье – это прежде всего огромный труд. Кто трудится, тот и обретает семейное счастье. Я всем желаю счастья, искреннего, настоящего, любви взаимной. Встреча продолжилась за чашкой чая в уютной атмосфере. Концертные номера, подготовленные городскими артистами, подчеркивали торжественность момента и радость праздника, верности и любви. В поселке Харп прошла очередная встреча главы города Лабытнанги Марины Тресковой с жителями. Такие события проходят во всех учреждениях и организациях. И главная цель – обозначить круг задач, которые станут стартовыми во взаимодействии города и поселка внутриобразованного городского округа. Этот коллектив – самый многочисленный среди организаций поселка Харп. Сотрудники колонии и управления пришли на встречу, чтобы понять, какие направления развития Харпа станут приоритетными. Всем прекрасно видели, как изменился город Лабытнанги за последние буквально три года. Если раньше считалось, что у нас Харп – это почти столица из-за того, что у нас каменные дома, и все было красиво, и все было очень культурно, то сейчас в Лабытнанги просто приятно заезжать. Поэтому знакомство с мэром или с руководителем города Лабытнанги – не зря потраченное время. Одна из главных задач совместной работы – формирование народной программы развития, которая будет рассчитана на следующий бюджетный год и плановый трехлетний период бюджетирования. Скелет программы разработан, а вот ее содержание предложат сами харповчане. Люди определят приоритеты развития поселка. До середины июля предложения будут собраны, рассмотрены и проработаны. К середине августа они объединятся в проект программы, который будет представлен общественности. Нам нужен мозговой штурм всех жителей поселка. Это будет объединенная площадка, где каждый может покритиковать, каждый может выступить, каждый может внести какое-то дельное предложение. И уже в сентябре мы будем готовы представить на суд харповчан сформированную программу с реализацией этих мероприятий в виде дорожной карты. Что хотела, то я услышала. У меня никаких рисков нет. Я надеюсь, что в будущем у нас будет все хорошо. А что именно? Вот каких изменений хотелось бы в первую очередь? В первую очередь это чистый поселок. Мне очень хотелось, чтобы он был чистым. И чтобы было больше времени, вернее больше места, где можно было проводить время. Как самим взрослым, так же и детям. Ну и спорт, конечно же, спорт. Ольга Болдырева, Владимир Николаев. Время местное. Поселок Харп. Сегодня 45 лет исполнилось со дня образования финансового отдела Исполнительного комитета Лабытнанского городского совета народных депутатов. С 1 июля 2007 муниципальное учреждение Департамент финансов администрации города Лабытнанги. Департамент вырабатывает единую финансовую, бюджетную и налоговую политику в городском округе Лабытнанги. Разрабатывает механизмы обеспечения устойчивости финансовой системы муниципального образования и ее воздействия на социально-экономическое развитие города. Обеспечивает финансовый контроль за рациональным и целевым расходованием бюджетных средств и внебюджетных фондов. Руководитель Департамента финансов, заместитель главы администрации города Людмила Пищугина. На Аби между Салихардом и Лабытнанги ледоход, который то начинается, то останавливается. Это его уникальность в этом году. По данным ямальских гидрологов, уровень воды у столицы Ямала близок к среднему многолетним значениям. Сейчас привозка пассажиров осуществляется вертолетами. В полной готовности ждать, в своей очереди, паромы. Согласно прогнозам, настоящий ледоход в районе Салихарда и Лабытнанги начнется уже со дня на день. Наблюдаются подвижки. Такие сроки озвучили в региональном гидроматериологическом центре, отметив, что в этом году главное событие ямальской весны – необычное. Характер этого ледохода в этом году очень, так скажем, необычный, потому что наблюдался ледоход, особенно по Ханты-Матисийскому округу, на территории всего практически округа, по протяженности реки Аби на всей территории округа. Поэтому невозможно было определить, где есть голова, где было окончание ледохода. Вот. Уровни при ледоходе чуть ниже средних многолетних значений. Скорость ледохода зависит от погодных условий. В среднем за сутки он проходит 30 километров. Как только река очистится от глыб льда, сразу на линию выйдут 6 паромных составов. Прохождение льда, ну, занимает двое суток. Но в этом году ледоход такой странный, кусками где-то уже освободившаяся чистая река, поэтому здесь может и в течение суток все пройти, освободится водная поверхность и сразу же в работу выйдем. В этом году тариф речного транспорта изменился. Для легковых автомобилей массой до 3 тонн проезд составляет 190 рублей. Свыше 3 тонн цена билета будет 410 рублей. Для большегрузных автомобилей цена варьируется от 1020 до 9420 рублей. Проезд пассажиров остается бесплатным. Сегодня единственный способ добраться до другого берега – только вертолет. Первый рейс из окружной столицы выполняется в 8 утра, а последний – в 18.30. Надо сказать, что в течение дня поток пассажиров не останавливается. Погода на Крайнем Севере очень переменчива, поэтому планируйте свои поездки заранее. Дарья Самородова, Эдуард Захаров, программа «Время местное». В Лабытнанге продолжается прививочная кампания против коронавирусной инфекции. Городские врачи проводят большую разъяснительную работу в трудовых коллективах. Сознательность граждан и активность медиков привели к стопроцентной вакцинации в отдельных организациях. Репортаж Ирины Волокитиной. На работу сотрудники Управления по делам ГОЧС ходят уверенно. Уверенно общаются с окружающими. Они выбрали верный способ обезопасить себя от коронавирусной инфекции. Как только узнали в феврале месяце, что к нам в округ и в город поступает вакцина, мы с коллегами в первую очередь пошли прививаться и попросили всех родственников, знакомых тоже привиться. И уже в феврале в числе первых были привиты, обезопасили себя, родственников, коллег своих. По иному быть не могло, говорит начальник управления. Сотрудники с начала пандемии были на передовой, работали с вахтовиками, сотрудничали с медиками. Как руководитель Владимир Будыгин решил начать себя. По своему опыту скажу, после первого компонента у меня на следующий день было небольшое недомогание такое, но оно тут же прошло буквально на следующий день. И по второй вакцине было примерно то же самое. Я заполнил дневник, который у нас в госуслугах. Я думаю, что и наблюдение за моим потоком вакцинации поможет, скажем, медикам более объективную картину уже и более такой полный срез сделать по самочувствию пациентов, которые ставят вакцину. Я перенес вакцину хорошо, никаких побочных эффектов у меня не было. Кстати, жена у меня тоже сделала прививку, еще одна из первых в декабре прошлого года. Тоже без каких-либо побочных эффектов. Сотрудники управления ГУЧС гордятся своим коллективным иммунитетом. Привились на все сто. Если это будет сделано в рамках города, в рамках страны, то все выйдут из этого состояния и будут ходить нормально, отдыхать, находиться в кино, находиться в кафе, находиться на работе. И бедные продавцы, которые в магазинах, они наконец-то снимут эти маски. И те, кто находится вообще на, скажем так, обслуживающий персонал, который все время нас обслуживает, больницы, поликлиники, автобусы и все остальное. На сегодняшний день мы организуем встречи с коллективами, разъясняем о важности вакцинации, о ее безопасности, отвечаем на вопросы населения. Потому что на сегодняшний день поговорка, что болезнь легче предупредить, чем лечить, как нельзя актуально для коронавирусной инфекции. Потому что вирусы – это не клетичные инфекционные агенты, и бороться с ними крайне сложно, а иногда даже вообще невозможно. Поэтому, конечно, помогаем населению сделать правильный выбор в пользу своего здоровья. Перевиваться можно вместе с коллегами и самостоятельно. Процедура – простое заполнение анкеты, осмотр у врача и добро пожаловать на вакцинацию. Ирина Волокитина, Николай Снегир, Дмитрий Сырид. Программа «Время местное». 26 мая отмечается День российского предпринимательства. В этой связи начинаем серию репортажей о лабытнанских предпринимателях. Начнем с троих лабытнанских мастериц, которые 7 лет назад решили открыть собственное дело. И не пожалели. Индивидуальный пошив одежды, ремонт изделий, их услуги незаменимы для жителей города. Название «Иголочка» у всех на слуху. Но из каких цветов и материалов складываются рабочие будни мастериц, расскажет Карина Щербакова. Швейное ателье «Иголочка» открылось 7 лет назад. До этого три мастерицы работали в муниципальном предприятии. В 2014 году решили начать собственное дело. Подали заявку на гранд-поддержки начинающим предпринимателям и победили. Нашли помещение, купили хорошее профессиональное оборудование. И вновь стали отдаваться всей душой своей профессии. У нас у каждой девочки большой стаж работы. Без увлечения и удовлетворения выполненной работы не смогли бы столько лет продержаться. По 25 лет и 30 лет у нас стаж. Создавать прекрасные их призвания. Татьяна Бержанская говорит, что еще в детстве ей нравилось собирать красивые ткани и своими руками сшить куклам платья разных фасонов. Непосредственно связана с этой профессией очень давно, потому что у меня мама работала очень долго в службе быта. Она, правда, была паримахером, но я с детства приходила к ней на работу, заходила в швейный цех, и мне очень нравилось смотреть, как шьют одежду, изготавливают. Там стояла большая коробка, в коробке складывали обрезки ткани, и мне нравилось выбирать красивые ткани. Потом домой приходила, ей куклам что-то мастерила. Ну, как-то вот так вот. Ну, и как-то вот, я даже не могу сказать, в какой момент я поняла, что мне очень нравится эта профессия. Поменять молнию, коротить брюки, сшить изделия. Здесь могут сделать все, чтобы человек выглядел опрятно и красиво. И даже в трудные времена, когда пандемия ударила по многим небольшим предприятиям, они не остались в стороне. Во время пандемии мы не растерялись и тоже стали оказывать помощь жителям города Лабытнанги, Салихарда, Приуральского района, поселка Харп. В данный момент уже они с нами. Шили многоразовые маски, противочумные костюмы. И как бы тоже стояли на охране здоровья населения. Интересы клиентов на первом месте и тому подтверждению улыбки и слова благодарности. И такая необходимая помощь и качественная работа всегда находит отклик в сердцах людей. Карина Щербакова, Эдуард Захаров, программа «Время местное». Сдай макулатуру, сохрани природу. Под таким девизом в Лабытнанге прошли выходные. Волонтеры организовали мобильный пункт приема вторсырья. За час работы удалось собрать полтонны книг, журналов и тетрадей. Собранную макулатуру общественники отправят на переработку. Экологическую тему продолжит Светлана Кель. Ученики третьего класса первой школы решили внести свой коллективный вклад в сохранение природы. В пункт приема макулатуры Дима Момот и его родители привезли целый багажник использованной бумаги. Мне давай набежали. Еще немножко можно. Разница между мусором и вторичным сырьем – наши отношения, уверен школьник. Вместо того, чтобы выкидывать старые книги, журналы и тетради на свалку, им можно подарить вторую жизнь. Я думаю, что может получиться всякие альбомы, чтобы в них рисовали дети, всякие раскраски, учебники новые. Елена Рыкова – классный руководитель Димы Момота. Она двумя руками за такой круговорот бумаги в производстве. В пункт приема ее класс дал рекордных 400 килограммов. Взрослые дети гордятся крепкой дружбой с эковолонтерами. Мы приняли участие в «Гости крышки». Когда собирали пластиковые крышки, сейчас мы собирали макулатуру. Проводятся различные беседы, классные часы на эту тему экологического воспитания. И дети вместе с родителями с удовольствием принимают участие в них. Торжественно избавляемся. Ученицы 9 класса 8 школы решили избавиться от своего интеллектуального труда. Исписанные школьные дневники и тетради им уже не пригодятся. Макулатуры набралось с десяток килограммов. Конечно, нам не удастся сегодня спасти хотя бы одно дерево, но мы надеемся, что может быть нам присоединяться, и вместе мы будем приносить таким образом пользу. Люди привыкают к тому, что в нашей жизни нужен раздельный сбор, и мы стараемся создавать новые возможности для того, чтобы у людей была возможность с ним участвовать. Оно дома лежит, и никуда его не денешь. И выкинуть вроде бы жалко, и дом захламляет. А тут очень здорово такая акция устроена, что можно все это принести, и оно вторую жизнь получит. Взрослые дети активно поддержали инициативу экоактивистов. Общими усилиями им удалось собрать 571 килограмм вторсырья. Вместе они совершили очень важное дело. Спасли от вырубки с десяток деревьев. Сограним природу. Светлана Келли, Эдуард Захаров, программа «Время местное». В городском доме культуры «30 лет победы» состоялся отчетный концерт губернаторского образцового коллектива «Палитра». Это большой труд – танцевать так, чтобы тронуть души зрителей. Репортаж Альмира Новоселовой. Таланты нашего времени – так называется отчетный концерт «Палитры 2021 года». Способных людей много. Найти их решил профессор с помощью интеллектуального разума поиска талантов. Мы с интро путешествуем во времени и пространстве и ищем таланты по всему свету. 179 талантливых лабутнанских ребят губернаторского образцового коллектива «Палитра» выражают свои эмоции через танец. Они репетируют в зале ежедневно по три часа, чтобы радовать зрителей своими выступлениями. Вместе выезжают в другие города. В «Палитре» я нашла в себе много верных друзей. Поэтому для меня большая семья, которая всегда поддерживает, помогает. Семьей «Палитра» стало и для 11 выпускников. Они пришли, едва умея делать два прихлопа, три притопа, а сейчас почти профессионалы. Кристине Сикачевой 17 лет, из них 12, она ходит в любимый коллектив. Мы всегда переживали и переживаем, выходя на сцену. И за все эти годы было очень много ситуаций, которые нас сплотили. Поездки, что только не происходило. Было очень много моментов, которые остаются у нас в сердце. Многообразием красок радовала зрителей яркая палитра. На сцене юные артисты показали колорит разных национальностей. Восточных красавиц, веселых казаков, зажигательных цыган и, конечно, задорных русских. В прошлом году отчетный концерт не состоялся из-за пандемии, поэтому в этом творческом сезоне ребятам пришлось восстанавливать форму, учить все заново. Возможность выступить на сцене для них очень важна. Для артиста это аплодисменты, для артиста это реакция зрителя. Для артиста это очень важно. Слов нету от их жизнерадостного настроения. Они такой заряд энергии дают, дети. Они такие вот прямо даже, знаете, плакать хочется. Телеверсия отчетного концерта «Палитры» выйдет в эфир 22 мая в 20.30. Альмира Новоселова, Николай Снегир, Дмитрий Сверид, Григорий Волков. Программа «Время местное». В минувшие выходные прошла акция «Ночь музеев». После года онлайн вновь быть причастными к таким культурным событиям для лабытнанцев по-особенному трогательно и интересно. Сотрудникам музея было чем удивить. Иммерсивная экскурсия, мастер-класс по керамике. На акции побывала и моя коллега Карина Щербакова. Только вы – искусство. «Ночь музеев» всегда проходит именно так, с полным погружением в историю и культуру. В этот раз программа оказалась очень трогательной и никого не оставила равнодушным. Мы руками своими пушками, вот они, пушки-то наши, победу куем. Мероприятия не для детей, а более взрослого контингента, потому что это очень бьет на чувства и пробуждает, может, какие-то еще порывы. Люди плакали. Сами сотрудники музея каждое слово и действие пропускали сквозь себя. Это даже не игра, это проживание. В основе экскурсии – личные истории очевидцев военных времен. Как говорит Валентина Новикова, ни одна репетиция не прошла без слез. Естественно, когда ты слушаешь разговоры своих родственников, как они выживали в войну, как бабушка моя выращивала пятерых детей, оставшись одна, жизнь в колхозе была очень несладкая. Поэтому, играя эту роль, ты просто проживаешь их жизнь. Представить мы даже представить не можем, как они переживали, как они пережили эту войну. Казалось бы, это не профессиональные актеры, но зацепить за живое им удалось в полной мере. Спасибо большое. Мы очень впечатлены, очень хорошо провели мероприятие. Мы очень все довольны. Огромное спасибо. В соседнем зале на мастер-классе по керамике собрались те, кто захотел своими руками создать что-то особенное. Дети, которые сейчас у нас сидят, если посмотрите, как у них горят глаза, потому что они берут глину, и она начинает у них в руках превращаться в какие-то вещи. И вот был кружочек, шарик какой-то, они из него сделали пласт. Сейчас они из него начинают что-то вырезать. И это как волшебство. Это затягивает и заманивает. Глина заманивает и завораживает тем, что она изменчива. Она легко меняет форму, а когда высыхает, становится твердой. А еще такая работа с глиной помогает расслабиться. Это такое отличное времяпрепровождение. На самом деле это релакс, это разминать свою моторику, пальцы, это освобождение своей головы. Каждый раз сотрудники музея готовы удивлять своих посетителей и показывать, что это не только хранилище экспонатов. Музей – это такое огромное пространство, где можно и посмотреть, и пообщаться, и принять личное участие в создании прекрасного. Карина Щербакова, Эдуард Захаров, программа «Время местное». В спортивном комплексе «Заполярье» прошло открытое первенство спортивной школы Олимпийского резерва имени Татьяны Ахатовой по стрельбе из лука. Соревновались два дня. В субботу определяли лучших среди младших ребят. Репортаж Анастасии Шиховцовой. Правила первенства для младшей группы в связи с возрастной категорией проще, чем у остальных. 12 метров дистанции и 10 серий по три выстрела. Участвуют ученики нашей школы, школы Охатовой, имени Татьяны Вильяминовой Охатовой. Старшая группа, средняя группа и младшая. Сейчас, на данный момент, у нас выступает младшая группа, новички, так сказать, совсем. Кто первый раз, кто вот так. Сейчас, когда они выполняют уже эти разряды, уже по возрасту, если разряд выполнен, первый юношеский уже переходят туда на этот, на 18 метров уже среднюю группу в общую мишень стрелять. Я хожу уже полтора года, мне здесь довольно нравится, у меня уже есть первый юношеский, но это мои последние соревнования младшей группы, и дальше я буду стрелять средненько. Я считаю, у всех есть шансы, всегда есть надежда на победу, все могут получить призовое место. И вот я считаю, что они очень нужны, чтобы выложиться на полную и показать, на что ты способен на этих соревнованиях. Я сыграла очень плохо, я пропустил много тренировок, потому что у меня была школа, обязанности по дому. А если бы я ходил, я выстрелил на соревнованиях минимум по 270 очков, а сейчас я выстрелил минимум 200. Это для меня очень плохо, минус большой. И для тех, кто только начинает свой путь, день стал первым волнительным событием. Но тренер старается подбодрить, ведь ребята – начинающие стрелки. Андрей Власов стреляет из лука полгода, но на этих соревнованиях выбил преимущество в два очка. Я занимаюсь стрельбой из лука полгода. Я пришел на лук, потому что мне захотелось стрелять. Это для меня интересно. Мне кажется, эта игра хорошая, потому что я хорошо попал. Хорошо попал в первое место Андрей Власов. Также победу одержала Альбина Ахметова. Самое главное для начинающих лучников – набраться опыта. По словам тренера, именно тогда отступает страх и развиваются необходимые навыки стрельбы из лука. Анастасия Шаховцова, Григорий Волков. Программа «Время местное». Это все на сегодня. Далее прогноз погоды на завтра. Заходите на наш сайт lbtdfistv.ru и подписывайтесь на группы во всех популярных социальных сетях. Спасибо за внимание. Всего доброго и до встречи в эфире. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok